Врачи, лечивших девочку, которая умерла в Копейской больнице, вызвали в Москву. Врачи, лечивших девятилетнюю девочку, которая умерла в Копейске, вызвали в Москву. После сучившегося общаться с министром здравоохранения поедут не только сами медики, но даже и их преподаватели. Тем временем отец школьницы рассказывает, как все было. По словам родителей, проблемы со здоровьем у девочки начались прошлой осенью. Ее часто тошнило по утрам. Доктора якобы предположили, что у ребенка ротовирус, но диагноз не подтвердился. Потом девочку начали лечить от гастрита. Таблетки не помогали. 2 января состояние ребенка ухудшилось. Я ее занес в реанимацию, она уже была без сознания. Врач, который нас принимал, он посмотрел на рентген черепа и сказал, у нее отек. Очень долго вызывали врача, невролога, считаясь где-то с 3 часов до, она приехала в полседьмого. Нам говорили, что вызвали реанимацию из Челябинска. Она приехала, но это была реанимация для новорожденных. Это я уже потом узнал у водителя. Нам говорили, что ее везут в областную. На самом деле никто уже никого везти не собирался. Но где-то около часа ночи нам объявили, что ее уже нет. Еще в декабре на голове у ребенка родители обнаружили залысину. В интернете прочитали, что это может быть признаком опухоли головного мозга. Докторов попросили сделать МРТ. Но направление у врачей не оказалось. А ситуацию уже знает министр здравоохранения страны. Вероника Скворцова потребовала вызвать всех врачей в Москву. Добавлю, в ряде СМИ появилась информация, что сегодня в той же больнице умер еще один ребенок. Детская преступность в регионе выросла на 12%. В Челябинской областной прокуратуре подводят итоги 2018 года. Основная функция прокуратуры это правозащитная. В прошлом году в органы прокуратуры Челябинской области поступило 97 тысяч обращений граждан. 77 тысяч жалоб и обращений были рассмотрены и разрешены по существу. Удовлетворено было каждое четвертое обращение. То есть каждое четвертое обращение гражданина было признано обоснованным. А значит людям была оказана реальная адресная поддержка. Всего органами прокуратуры в 2018 году выявлено и пресечено около 49 тысяч нарушений федерального законодательства. Это чуть больше, чем за аналогичный период 2017 года. Выявлено более 47 тысяч нарушений закона на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Это меньше на 18%. Кроме того, в прокуратуре сообщают, следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые пытались скрыть от общественности и руководства наезд 15-летней школьницы на инспекторы ДПС. Прокуратура это решение отменила и добивается привлечения начальства пострадавшего сотрудника ГИБДД к ответственности за превышение полномочий. Массовая авария в Челябинске. Столкнулись с шесть автомобилей. Это произошло на университетской набережной. Образовалась большая пробка. Подробности об этом и других дорожных ЧП знает Константин Гришенков. Это кадры последствия ДТП. Пять автомобилей сошлись на дороге. По предварительным данным сначала столкнулись две машины. Затем, пока сотрудники ГИБДД ехали на место аварии, машин, попавших в ДТП, стало уже пять. Скорее всего, причиной стала скользкая дорога и плохие погодные условия. Точные обстоятельства выясняются. А эти страшные кадры с трассы Кыштым-Карабаш. Лоб в лоб столкнулись Рено и грузовик БАФ. Легковушка превратилась в груду металла. Как рассказали сотрудники ГИБДД, водитель Рено выехал на встречную полосу, не справился с управлением и влетел в грузовик. Причем в этом месте обгон запрещен. Шофер легковушки скончался до прибытия медиков. А эта авария произошла в Коркино. 22-летний южноуралец за рулем «Шевроле» не уступил дорогу в ВАЗу 12-й модели. При том, что вторая легковушка двигалась по главной дороге. В итоге столкновение. В результате аварии водитель Рено Марки получил травмы и был госпитализирован. Как удалось выяснить, автоинспекторам раньше пострадавшего уже наказывали за нарушение правил дорожного движения. Еще одна массовая авария произошла в Ленинском районе Челябинска. На улице Новороссийской столкнулись сразу три автомобиля. По предварительным данным обошлось без жертв. Однако машины оказались сильно повреждены. Их теперь явно нужно ремонтировать. По одной из версий, авария могла произойти из-за сильного снегопада и скользкой дороги. Константин Гришенков, Эльвира Хафизова, ОТВ. Пожар в приюте для животных. До тла сгорел домик, в котором жили две собаки. Хвостатые сгорели заживо. Спасти удалось около 10 животных. И владельцы приюта уверены, домик подожгли. Ведь это не первый пожар. В вольерах сотни собак. Эти животные чуть не оказались в огне. Пламя вспыхнуло рано. Около пяти часов утра. Полностью был уничтожен домик, в котором жил человек. Жили собаки, жили щенки. Наши парни сделали невозможно. Они спасли практически всех животных, которых можно было спасти. То есть около 20 собак они спасли. Две собаки, к сожалению, в огне у нас погибло. Пострадало также имущество. Несколько животных успели вывезти еще до приезда пожарных. Всего в приюте 400 собак. На место ЧП выехали 12 огнеборцев и три автоцистерны. Полностью пламя потушили уже через три часа. В прибытии уже было обнаружено, что уже вольеры горят открытым пламенем. Рядом находился небольшой домик, в котором в том числе проживали представители вот этого приюта. Хочу домой, которые следили за собаками. Правильные действия пожарных позволили отстоять соседние постройки, в том числе дом, где проживал один из смотрителей данного приюта. Причина ЧП пока устанавливается. По одной из версий приют могли поджечь. Выяснилось, что три года назад здесь уже был пожар. Причем тоже в январе. У пенсионерки из МИАСа украли почти 100 тысяч рублей. Это якобы сделала женщина. Сообщается, что она представилась сотрудницей социальной защиты. Под этим предлогом и попала в квартиру своей жертвы. Подозреваемую сняла камера наблюдения. Отделом МВД России по городу МИАСу разыскивается женщина, которая 26 января 2019 года путем обмана похитила у жительницы города МИАСа 1933 года рождения денежные средства в сумме 15 тысяч рублей. По словам полицейских, к пенсионерке дама наведалась в обеденное время. Якобы зашла в квартиру к 85-летней женщине и попросила разменять крупные купюры на более мелкие. По словам стражи порядка, пенсионерка вынесла шкатулку, в которой хранилась пенсия, и на ненадолго отошла. В это время женщина якобы обменяла настоящие деньги на купюры, банка приколов и скрылась. А в Челябинске вспыхнула квартира на втором этаже, металлургический район. Все происходящее попало на видео. Размашь масло. Господи. Воздух пустили правильно. Воздух, ну пошел. Вороду дали. Улица первого спутника. С балкона вырывается пламя. На место ЧП выехало 10 огнеборцев. По словам пожарных, в квартире пострадал ремонт, оконные рамы, сгорела мебель, личные вещи хозяев. Благо, пострадавших нет. Жители дома успели вовремя выйти. По предварительным данным, причина ЧП – короткое замыкание электропроводки. А это шоссе металлургов. Тоже металлургический район. Видно, как в угловом подъезде работают пожарные. По словам пользователей сети, на лестничной клетке загорелась коробка. Челябинцы предполагают, что ее могли поджечь подростки. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами был Евгений Насыров. Увидимся на телеканале ОТВ. А сразу после смотрите новый выпуск программы «Есть вопрос». Сегодня речь пойдет о загрязнении озера Тургаяк. Утечку сточных вод вдоль побережья обнаружили еще в начале января. Экологи предъявляют претензии к местным отелям. Почему эта история повторяется из года в год? В студии предприниматель, владелец горнолыжного курорта «Солнечная долина» и клуба отеля «Золотой пляж» Олег Сиротин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова